Добрый день, меня зовут Данила Загайн в Caterpius Utility. И сегодня я представлю проект, составленный вместе с моим научным руководителем Валканом Дмитрием Юрьевичем и Георгием Владимировичем Курячем, которого вы знаете как Фабр Жоржа. И, соответственно, некоторые из вас помнят, как год назад я здесь стоял, рассказывал про пакет Rpambil Python 3, который есть уже очень давно. И рассказывал, как мы переписывали Python 3 RecPy, один из его компонентов. И, собственно, сказал, что вообще-то было бы хорошо сделать так, чтобы его можно было полноценно использовать в реальной жизни. И, возможно, появилась какая-то приятная удобная IP и документация, и вот это вот все. И, в общем-то, это мы и сделали. Как я сказал, в пакете Rpambil Python 3 мы определяем зависимости провайта. Для этого используются два его компонента, Python 3 RecPy и Python 3 ProvPy. И мы решили выпилить оттуда всю машинарию по непосредственно именно самоопределению зависимости и провайтов. И у нас появился Py3 Rec для зависимости и Py3 Prov для провайтов. И вместе они составляют пакет Py3 DeepHeal. И об этом мы и поговорим. Собственно, начало по поводу вычисления провайтов. Ну, многие из вас знают, что в конечном итоге, с точки зрения чуть ли не пользователя, провайта — это просто те символы, которые предоставляются данным пакетом или модулем. То есть, в общем-то, это экспортируемые символы. Ну и на картиночке этой, которая такого себе качества, мы видим какой-то пакет криптографии и вот там кучевую модуль. Init, Utils, подпакет x509 и вот все такое. И, собственно, сравнивая между собой Python 3 ProvPy и Py3 ProvPy, в первую очередь нужно сказать, что мы определяем провайты на основе имен модулей и пакетов, которые, собственно, нам передаются. То есть, эта логика осталась все той же. Но в случае с Py3 ProvPy мы предоставляем полноценный IP. То есть, вы можете взять этот модуль, проимпортировать, скормить ему хапку файлов, и он определит провайты. Это удобно. Более того, это IP еще сыграет свою роль, и я скажу об этом чуть позже. Также в момент внедрения Py3 DeepHale и его компонента Py3 ProvPy в Sisyphus для непосредственной сборки пакетов, мы выявили порядка 500 ложных провайтов, которые определялись. Мой любимый — это комод точка. Это весь провайтов. Попробуйте его припортировать. Это не получится, потому что он нерабочий. Но здесь в Пятнезе не к Python 3 ProvPy, а скорее там. Ну и, собственно, как я сказал, мы определяем провайты на основе имен модулей и пакетов. Но многие из вас знают, что вообще-то в самом модуле могут быть определены какие-то, и скорее всего будут, методы, в смысле классы, методы, функции, переменные, которыми тоже можно пользоваться. И было бы хорошо тоже их определять. И, собственно, обозначим внутренние провайты как такой набор функций, классов и переменных, которые есть в модуле, и попытаемся их определить. Ну, вообще, можно ввести два вида модулей. Первый — это стандартный, то есть это прям полноценный Python 3 Script с пофиксом .py в имени. И с ним, казалось бы, все понятно. Ну, мы берем, читаем это дерево и вычленяем все провайты. Ну, учитывая рекурсивные в ходе исполнения импортов внутри и удаление переменных из пространства внутри модуля. Но также есть extension models. По большей части это просто, скорее всего, демагическая библиотека. И в соответствии с PEP 489 у вас, по идее, все должно быть хорошо. Есть конкретная структура, которая предназначена в этом PEP. В процесс импортирования модуля мы ее постепенно заполняем, и среди полей этой структуры у нас есть поле, который отвечает за экспортируемые методы. И, казалось бы, мы просто взяли и написали небольшую библиотечку на C, которая просто так же заполняет структуру, берет экспортируемые методы, и все, задача решена. Но нет, потому что есть такая штука, как CITON, который это поле не заполняет, и она остается пустым. И, собственно, все его пространство имен модуля переедет уже в момент после исполнения кода. И таким образом мы не можем определить во всех случаях внутреннюю провайти, и поэтому страдаем. Ну и теперь можно прийти к определению зависимости. В первую очередь мы всегда, независимо от того, это PITON-3REC-PAY или PAY-3REC, определяем провайти, для того, чтобы потом через них фильтровать наши зависимости. Затем мы читаем AST-дерево и вычленяем зависимости. И последнее — это фильтруем зависимости. И, собственно, немножечко о том, как фильтруются зависимости. Существуют, в первую очередь, у нас есть проигнорированные зависимости, то есть это те зависимости, которые вы явно захотели отбросить. Ну, то есть они вам не нужны. В том числе это, например, те зависимости, которые представляются непосредственным интерпретатором, типа SIS, TIMER, ну, что-то такое. Затем вложенные зависимости. И, ладно, представьте себе, что вы пишете, допустим, такой большой-большой пакет, который предназначен для скачивания аниме. У вас там есть какой-нибудь GUI, у вас есть кнопочки, каждая из которых вызывается следующий плагин. И этот плагин, он не предоставляется собственным вашим пакетом, а он должен будет ставиться откуда-то со стороны. И эти плагины, они могут быть даже, возможно, конфликтующие или что-то подобное. И вы в любом случае предполагаете, что сам пользователь, когда решит воспользоваться этим плагином, он будет знать, что он хочет взять именно его, и он сам сможет подставить его в систему. И такие зависимости, которые определяются внутри какой-то функции, или, допустим, три-эксепта, если вы предполагаете, что одна зависимость будет использоваться вместо другой при отсутствии первой, или, допустим, условного оператора. Их можно отбросить, используя соответствующий ключ, который, собственно, по этой рейке описан в документации. По-хорошему, вы должны сначала определить зависимости без этого ключа, потом с ним сравнить и сопоставить, нужны мне эти отброшенные зависимости или нет. Но чаще всего их тупо отбрасывают. Ну и, наконец, самая удовлетворяемая зависимость. Это, собственно, те зависимости, которые удовлетворяют самим пакетом. Даже в случае с пакетом Py3DPL, представим, что Py3Rek импортируют Py3Pro, и, казалось бы, у Py3Rek есть зависимость на Py3Pro, но они же приезжают в одном пакете. Поэтому в рамках этого пакета такой зависимости у него не будет. И мы ее можем спокойно отбросить. И, наконец, сравним Py3RekPy и Py3Rek. В первую очередь Py3Rek предоставляет IP, который можно непосредственно использовать из Python. Вы берете, также его импортируете и вперед. Следующая провайца определяется с помощью Py3Pro. И это удобно, потому что раньше в Python 3RekPy мы должны были частично реализовать весь этот механизм для определения провайцев, который у нас был в Python 3Pro.Py. И это странно и неудобно. А тут произведение припортировали. Хорошо. Далее мы пофиксили проблему с определяемой зависимости, поражаемой мы импорт-либом и встроенным импортом. Багу я не закрыл, но мы это пофиксили. И, наконец, относительные импорты. В версии Python 3, еще 17-й, мы такие импорты вообще отбрасывали, что было логично, поскольку если у нас есть относительный импорт, то, скорее всего, оно должно доверяться своим пакетом. Но это не так, если у нас есть плагины, которые ставятся со стороны. В последующих версиях мы это реализовывали, были баги, но мы это пофиксили. И более того, в ходе внедрения Py3Pro с нормально работающими относительными импортами, мы выявили множественные случаи, когда у нас реально менялся градозависимость в плане пакета, начинали зависеть от своих подпакетов. В том числе были были случаи, когда основной пакет зависел от пакета с тестами, сетивший человек это не пропускал, и выяснялись проблемы в пакетировании. Порой со стороны AppStream, и в этом случае, ну, хорошо, AppStream принял патчи, и этой проблемы больше нет. И, наконец, как этим пользоваться и где искать. Собственно, документация находится по этому адресу. Он побился, но можно пройти и почитать. Сами исходники изначально находились на альтовой гитовнице, ну, гитовки. И так далее. Но затем мы пришли к выводу, что в случае, если начнется какой-нибудь контрибьютинг, и кто-нибудь захочет послать какой-нибудь патч или что-то такое, то, наверное, лучше это реализовывать с помощью нормального процесса принятия полу-реквестов, и мы переехали на гитхаб, в организацию альт-линукс, и, собственно, там теперь находятся исходники. Если нашли какую-то багу, вешайте ищу, если вы сами хотите пофиксить, шедите полу-реквесты. И я не один могу их принять, поэтому все хорошо. Ну и по-хорошему, если это полноценный пакет со своими модулями, то он должен быть, наверное, на пайпе. И я планировал, что вот к сегодняшнему дню он уже там окажется, но за последнюю неделю мы реализовали три новых фичи, две из которых прям вот реально нужны, и без них как-то даже неприлично упаковывать. Поэтому сейчас мы их дотестируем и вместе с ними отправим это на пайпе. И это можно будет поставить прямо с помощью пипа. Собственно, первое из этих новшеств – это отбрасывание зависимости на стандартную библиотеку. То есть вы передаете специальный ключ, и он отбрасывает все зависимости на ОС, на АСТ, на РЕП, все то, что предоставляет стандартную библиотеку. И вы понимаете, вы берете этот вывод, засовываете в Requirements.txt, а потом скармливаете пипу, и он это поставит. Удобно. Затем распороленивание процесса определения зависимости провайцев, мы это тоже сделали, сейчас тестируем, и получается реально быстрее. Там красивая кривая. Ну и последний каталог с кармин пошел. Как я и говорил, мы большую часть наследовали поведение от Python 3 RigPy и Python 3 ProfPy, и при сборке нормально передать на вход в скрипту огромную тонну файлов. Но пользователю такой не очень, наверное, будет удобно, поэтому мы добавили такую очевидную и простую фичу, что передал каталог, и он сам там все нашел. И зависимости провайцев, и все нужные файлы. И на этом как будто бы все. Спасибо за доклад. Не знал, что через стенку такое делается. Хорошо, что хоть здесь узнал. По поводу распороленивания обязательно с Глебом посоветуйтесь, потому что я тоже закидывал удочку, он сказал, что там нетривиально, и там по-хорошему надо все около Fine Rec, Fine Prof параллелить. У меня маленький вопрос. А что будет делать ваш поиск зависимости, если в пакете найдется старый файл от Python 2? Ну, собственно, по идее в этот момент мы должны попытаться построить AST-дерево, не сможет и скажет, сорян, не получилось обработать такой файл. И проигнорирует его. Ну, если определять по расширению точка PI, оно было как у тех, так и у других. То есть он будет неправильно классифицирован. А если шибан вообще нету? Имеет право не быть. Можно я выясненько спрошу? Зачем мне нужны вот эти автосгенерированные зависимости, если в каждом проекте питоновском уже вписаны зависимости, причем с версиями минимальными, почему бы я не мог их просто использовать? Мне кажется, это более правильный способ. Про провайд все прекрасно. Зачем requires искать? Ну, во-первых, у вас не всегда есть уверенность в том, что эти зависимости… Абстрим мне дал проект, и там все зависимости есть, и все работает. Мне не надо быть уверенным или неуверенным в этом. Я взял проект, но все работает, там все вписаны зависимости с версиями. Я должен только их удовлетворить. Если проект, ну что-то еще, это бага в нем? Пи-билд. Делайте пи-билд, парсите мета-информацию. Все, там все есть. Единственный слой случай, когда этого там нет, это вот эвристики, и для этого есть проект фолки-депс, который уже там делает аст-дерево, парсит и находит то, чего почему-то забыли упомянуть вилле. То есть я посмотрел ваш код и просто обнаружил, там есть две части. Одно заменяет с проектом фолки-депс, через W, а остальное это надо просто парсить вилл-файл, сделайте пи-билд, и там мета-информация вся есть. Все, совершенно точно. Извините, я дополню. Да, вот у меня такой вопрос. Если я внимательно слушал, или наоборот, может, внимательно, но вроде прозвучала у вас фраза, что вы тот, который в Сизифе сейчас определение зависимости питонский, вы заменяли на свой. Пакет РП-милл, питон 3, он все еще остался, все еще есть и питон 3, и реппайпин, и реппайпин, и реппайпин, и просто всю машинелью перенесли в IP3-депилл. То есть он сейчас, в Сизифе, что используется? Используется оба пакета, просто питон 3, реппайпин импортирует, и питон 3, реппайпин, и питон 3, реппайпин импортирует в IP3-депилл, соответственно, в IP3-эко, в IP3-проф. Ну, то есть все-таки уже новые используются, да? Тогда, видимо, мой вопрос не имел смысла. Я хотел спросить, что изменилось, но раз уже это основной, тогда вопрос отпал. Еще вопросы? Спасибо за доклад. Спасибо.